Как принять гибель животных? К человеческой боли и проблемам отношусь уже более-менее спокойно. Человек заслужил. А ведь у животных нет сознания, есть только душа. Сознание есть не только у животных, но и у растений. Что такое сознание? Сознание — это есть контакт с будущим. Сознание невозможно без моделирования будущего. Невозможно. Духовность, сознание — это есть контакт с потоком времени, идущим из будущего. Так вот, любое живое существо — это совокупность двух потоков времени. Идущий из настоящего — это наше тело. Идущий из будущего — это то, что мы называем нашим духом и душой. Душа, вообще-то, соединение двух потоков. А вот там — сознание. Поэтому у любого животного есть сознание, оно просто менее развито. И все мы, все мы заслуживаем того, что нам дают свыше. Это у одного кришнаита спрашивают. Ну, понимаете, там же ни в коем случае нельзя есть убитого. То есть трупы, рыба, мясо — просто категорически нельзя. Смысл кришнаизма в том, чтобы вся жизнь должна подготавливаться. И когда умирает человек, он должен сказать, произнести имя Бога, и в этот момент он свою карму очистит. Хари Рама. Момент смерти очень важный. Человек всю жизнь, можно сказать, готовится к этому. Вот одного из лидеров кришнаитов спрашивают. Как бы, ваше святейшество, а как быть с комариками? Ну, вот он сел на меня. Как бы, убивать нельзя. Ну, и как бы, он думал, думал, он говорит, а вы делайте так. Хари Рама, Хари Рама. То есть помогайте им осуществить переход.